Это рубрика «Город.Точка зрения». Добрый вечер. Сегодня поговорим о том, как уберечь свои деньги и нервы, не потратив их на мошенников. У нас в гостях заместитель начальника Южного Главного управления Банка России Александр Гостев. Здравствуйте, Александр Сергеевич. Добрый день. В последнее время появились мошеннические схемы, связанные с упоминанием имени Банка России. Мошенники представляются его сотрудниками и предлагают получить некую денежную компенсацию за приобретенные ранее товары или какие-то еще покупки. Но для этого нужно всего лишь оплатить некий налог, госпошлину или еще какой-нибудь страховой сертификат. Понятное дело, вы понимаете, что это мошенничество, но как понять это нашим телезрителям и вообще, что делать в такой ситуации? Действительно, Банк России в последнее время отмечает рост количества обращений граждан на мошеннические операции, в рамках которых незаконно используется имя Банка России. Конечно, в первую очередь под данные схемы подпадают пенсионеры, как наиболее незащищенные слои населения. Ну и, конечно, любой другой гражданин не застрахован от мошеннических действий. Для того, чтобы получить незаконно от граждан денежные средства, мошенники используют разнообразные схемы. И, конечно же, их разнообразие с каждым разом все увеличивается и увеличивается. И одну из этих схем вы перевели. На самом деле, мошенники по телефону, либо через смс-сообщение связываются с клиентом, представляются сотрудниками Банка России и предлагают получить компенсацию за ранее приобретенные товары, либо оказанные услуги, предварительно оплатив какой-либо взнос. Вот еще одна схема есть, я прошу прощения, что перебивают, даже скидывают копии паспорта, служебное удостоверение. Ну, в общем, все как будто официально. Вот как понять такой ситуации, что тебе скидывают подделку? Как себя вести? Да, я хотел бы еще добавить, что для убедительности мошенники упоминают в разговоре официальный адрес Банка России. Но я бы хотел подчеркнуть, что Центральный Банк Российской Федерации по законодательству не работает с физическими лицами, то есть не работает с населением, как с клиентами. Соответственно, не рассылает никаких смс-уведомлений, не выплачивает какие-либо вознаграждения, компенсации, тем более не блокирует карты. Понятно. Но вот еще одна схема мошенников – это высокодоходный накопительный сертификат в Центральном Банке России. Вообще такой сертификат существует или это тоже еще одна схема? Конечно же нет, такого сертификата нет. И это еще, наверное, одна из уловок мошенников для того, чтобы незаконным путем, наверное, получить денежные средства наших граждан. Банк России, конечно же, озабочен данной проблематикой и проводит, так сказать, такие вот встречи в рамках повышения финансовой грамотности. И, наверное, повторюсь, что, опять же, Центральный Банк не работает с населением и, соответственно, данные сертификаты, конечно же, он не выпускает. Я понял, что Центральный Банк не работает с населением, я надеюсь, наши телезрители тоже. И все-таки вот о СМС-рассылках. Вот просто несколько, ну, скажем, простых советов. Вот как понять, когда тебе приходит СМС-ка от банка действительно, а когда это мошенники скидывают? На что, в первую очередь, нужно обратить внимание? Ну, наверное, наиболее распространенная схема по СМС-мошенничеству — это СМС-сообщения, которые приходят на ваш телефон и говорят о том, что ваша карта заблокирована. Почему этот способ, наверное, наиболее распространен? По одной простой причине. К примеру, на сегодня на территории края выдано порядка 7,5 миллионов карт. При численности населения — в 5,5 миллионов. Вот. Если говорить общероссийскими цифрами, то в целом по Российской Федерации при численности 142 миллиона выдано порядка более 240 миллионов карт. То есть мы, естественно, понимаем, что карты получили наибольшее распространение. Поэтому при получении СМС-сообщения необходимо всегда быть бдительными, посмотреть, какого содержания данная информация. И если выдавать советы, я бы порекомендовал в первую очередь связаться, конечно, с контактным центром банка, но по телефону не тому, который указан в СМС-сообщении, а на обратной стороне карты. Либо связаться с контактным центром Банка России по телефону 8 800 250 40 72. Может, еще раз? Я не успел записать. 8 800 250 40 72. И уточнить всю интересующую для вас информацию. Александр Сергеевич, спасибо вам большое за подробные ответы. Надеюсь, наши телезрители теперь еще более стали осведомлены по поводу Центрального банка России и, надеюсь, не станут попадаться на уловки мошенников. Всего вам доброго. До свидания. Спасибо. До свидания. На этом у меня все. Вас ждет продолжение информационного выпуска. Продолжение следует...